Всем доброго времени суток, с вами Таракот, и мы продолжаем прохождение игры под названием Конкурс Тафализиум 5, или по-русски Завоевание Рая 5. Итак, на этот раз у нас игра за гномов, а именно за королеву гномов, Двала, которая найдена уже. Вторая шахта, осталось её захватить. И вопрос в том, делать советника или делать ворота. Ворота, конечно, очень нужная штука. Если сделать ворота, то очень маловероятно, что кто-то вообще захватит мою столицу, гномий город. А ну-ка, попробую-ка я всё-таки сделать советника. Вопрос в том, он волшебник или не волшебник будет? А если волшебник, то очень сильно. Так. Вот он, ого, 15. Щит, 3 брони. Он не волшебник, он просто воин. А, вон ритуал Кастер. Скорее всего, всё, что он может... Гугнер. Да, всё, что он может, это основать колонию. Скорее всего, без этого... Ну, хотя, здесь значок столицы есть. Но, возможно, без этого я не смогу там... Апгрейдить гномов. Прибывать-то они там без двала не будут. И бонуса не будет. Но апгрейдить... Это вопрос, смогу я там или не смогу. Советник производит священный ритуал, ставя только вылупившуюся двалу, ответственной за её собственную гномью колонию. Колонии могут быть назначены только в надлежащих шахтах. Таких, которые двала с уверенностью оценит. Которые двала уверенно будет ценить. 250-50. Но опасно пока, чтобы куда-то выдвигать. Можно потерять его. А вот этого... Вот этого можно... Кстати, мне нет смысла... Всю колонию... Точнее, в колонию всех везти. Можно как раз этот возьмёт войска. Он... Средина у него. Пока что пусть сидит в столице. Сапёры все. Хотя, хотя... Мне надо на... Ещё купить... Воинов. Вот этих... Ну, обычных гномов. В таком случае этот пусть идёт в разведку. Блин. А этот пусть ещё сидит. Пять рабочих, о как раз. Пять рабочих, о как раз. Десять гномов. Один разведчик. Пять сапёров. По-хорошему, надо было бы, конечно, ещё... Стрелков нанять. Стрелков нанять. Пять гномов рабочих. Эм... Хм... Пять гномов рабочих. Мне, на самом деле, не слишком-то нужны. Мне нужны воины, а не рабочие. Они, кстати, во второй линии стоят. Но, в принципе... У них брони нету. Наверное, надо будет... Забрать отсюда рабочих. Кстати, что тут? Угу. Три. В данный момент два. Особенность класса. Угу. Пусто. Прикольно. Можно всё ещё это использовать. Довольно много заклинаний первого уровня. Угу. 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 Нет смысла кабанов изничтожать. Армия не особо-то большая, но стрелки есть. Бойцов немало. Надо стрелков больше. Скорее всего, надо этих клепать. Плюс два. Как раз они и превратились. Каждый ход можно два этих стрелка клепать. Вообще, стоило бы копить, наверное. Не тратить на вот это дело. На рунную кузню, например, копить. Один тире пять. Один тире пять. Они чуть дороже получаются, но лучше. С железом напряг. Не гидеть, сколько тут капитана-мечник. А эти паразиты здесь, что ли? Сколько? Два. Я могу обезопасить своего разведчика. Особого смысла мне это захватывать нету. Мне надо шахту захватить. Пять. Нет, стоп. Сколько рабочих? Пять рабочих, да. Семь. Опа-па. Ну, наверное. Нападу я сюда. Ну, я, кстати, уже опытная часть войск. Могут богомолы напасть, но... Я думаю, гномы должны справиться. Блин, замечательно. Неисцеляющаяся рана. Угу. Ого Нифига себе Это что тут вообще такое? Зеленая зачаровательница Шепочащий Шептающий Череп Бустник романтии Иммунитетка Иммунитетка чарования Лесная магия 2 Перчатки леса Сапоги сервера Ну это у меня и так по сути Магическая лампа Воздушного элементаря призывает Нифига себе Это очень сильно Гриб Здесь такая труднопроходимая территория Магическая лампа Воздушного элемента еще себя на четверку да при том что у него броня и щит довольно много здесь этих паразитов надо ли мне нападать на них плюс две монеты три брони блин бандиты могут прикончить о так тут шахта блин железная шахта охраняется гномами войны с топорами интересно неожиданно найдено сколько пять рабочих да получается по два заход добавляются каждый ход я могу клепать этих outdoor уличных гномов тут потери могут быть надо ли она мне мне кажется не надо но если они нападут и могу на этих рыцарей налететь пусть будет дополнительная прослойка между мной и марк графом железо это хорошо и зеленые камушки это тоже хорошо нападут ну нападут так нападут не напали нифига себе две две шахты с рядом офигеть а стоп это же помню та которую я видел да это та которую я видел идите колотить две шахты рядом это это железо наверное стоит не нападут и 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 Нифига себе, это что за прикол? Вот это да Потерял глаз Рыцарь в болото забежали Прикольно Пятнадцать стрелков, девятнадцать обычных и еще пять мощных стрелков Наверное Можно, конечно, чтобы он присоединился к штурму, но Стоит, наверное, его обратно посылать Ну так неплохо выглядит Хм Блин, вот эти очень некстати сюда прибежали Капец Бандиты могут напасть Сеть у них есть На позднее Нафиг Угл 1 Осталась зима Осталась зима ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj могут напасть сейчас конечно ну чё надо идти на штурм волки село захватили гады хорошо что здесь не напали едить колотить кабаны в горах блин тут есть шансы против слингера и бандита солдаты у них стрелков нету вроде как эти могут кидать камни солдат 41 я думаю наверное стоит там раболитчиков нанять для выселения гарнизона вот этих вот в охране чтобы они там были можно конечно вообще баллисты но арбалетчики норном получше будут 7 арбалетчиков а гугнер отправится сюда как только это будет взято вместе с тем а хотя он и сам командир наверное разведчик будет впереди идти может а шахта в принципе не так уже далеко довольно много шахт я скажу еще надо атаковать сколько их там 5 бледных опять бледных солдат и 10 бледных солдат 15 всего что ли там все гоблины бегают посмотрим посмотрим что маленький какой-то урон блин у них хп дофига брони в них нету зато у них щиты есть это сильно тушь у них у всех щиты есть такая пальба с арбалетов но перезарядка в два хода блин а сколько у них инициатива 6 но маф 3 поэтому они 1 атакуют минус 2 на но ма перезаряжают там арбалеты это мощь побольше обычных гномов отлично шахта взята 4 монеты 3 камушка надо колонию там новую создавать там лед кстати поздняя зима если они там останутся стоять они утонут кабан куда-то направо убежал в лес ахаха единица а он она ничего не приносит то есть вообще нет смысла брать эти поселения с одной монетой такс а ну-ка нужны рабочие пусть стоят исцеляются лечится лечится ну чё пришло время такс еще надо наверное этих купить и гугнер такс вот этот или не этот гугнер берет с собой всех анумов рабочих ну надо кого-то на охране что ставить у этого разведчик слабенькая армия надо бы охрану обеспечить но тут гоблины они могут захватить я лучше постою наверное там стены все заняты стены все заняты стало весна дратути это нехорошо придется разобраться наверное с этим паразитом это нехорошо это нехорошо это нехорошо следующее минарна надо нанять стражей хотя если железные ворота будут стражи не нужны да пока ворот нету они не помешали бы что же хочу это до исследовать сопротивление холоду что еще еще не все конфьюжен единичная цель стойкость плюс один брони здесь плюс две брони блин пожиратель бриллиантов лучшие друзья девушек это бриллианты такс здесь куда можно было бы туда сходить до разведать что там там вода наверное я схожу наверно вниз пока подожду может это дорогие игроки должны быть 1 2 3 4 игрока 1 марк граф другой там тролль король троллей судя по всему кто еще я пока не знаю даже нифига сия махалия высшая священец или жрица была уничтожена последняя циталь была завоевана бароном нифига сия барона разошелся ты шо ты шо барон уже двоих игроков вынес вот это барон остается марк граф и тролль собственно и все так ну пришло время разобраться с этими паразитами не хочется гугнера в бой отправлять хотя хотя вообще-то можно все в бой опасно сделал я без разведчика послал мог засаду попасть гугнер сзади по идее с ним там ничего не должно произойти не ети здесь лес блин сейчас от кабанов может отъехать интересно проход может быть как здесь так и здесь так и вот здесь вообще надо командира еще нанимать и и этих и и сразу его пускать в разведку максимально разведывать все пора положить конец этим побегушкам всадников да мощные атаки ничего не скажешь ну это капаетом на 15 еще прикалываетесь 1-4 урона 4 гнома Паразиты Угу, все Ух ты, неплохо Угу Ого, на 23 Офигеть Победа, но командир убит Теперь у меня там скаут стоит Ахахах Один в лесу, блин Ты мужик здоровый, ты убежишь, понимаешь? А я в лесу там буду сидеть Угу 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 двойки железа не хватает ну, не знаю, ход, наверное, постою уже, а ей вообще, конечно, в пустые ресурсы трачу, но мне интересно все-таки, сколько там вообще, и это еще не все даже ух ты, огненная, огненный взрыв или огненная очередь 1-8, одна цель, да, одна цель, ну, интересно, интересно мне кажется, даже это будет поинтереснее нифигеть, сколько у нее различной магии куча живности там повсюду шныряет настала осень приток зелененьких самоцветов уже хороший довольно-таки так, и пришло время Гугнеру основать колонию о, двало, ха-ха, отлично о, форт появился сопротивление холоду и дрожь земли голимая каста сопротивления холоду 4-3 ворота тоже здесь, конечно, не помешают но пока что у меня здесь основная армия но Гугнер остается, наверное, здесь разведчик замерзшее озеро шаман ну, в таком случае да, избавиться от этого дела здесь осторожно буду действовать уху-ху а на самоцвет оно не действует оно только на золото и железо поэтому мне выгоднее железные шахты захватывать чем ну, как сказать 8 это хорошо но у меня железо важнее, чем золото а торговли вообще нет это что было? это что было? 2 гули старое поле боя ну, вот я не знаю, гули вряд ли будут вылазить 1 слингер конечно, искушение напасть, но он может как выдать там на десятку урона одна змея она может проблем доставить слабая охрана здесь и пока аж рабочих там мало надо, наверное, ворота потом здесь делать ворота это брату те блин шаман здесь фак 1 2 3 2 рабочих стрелков вообще нету только она кастер а наверное я постою там там с той стороны желтые где-то притом это тролль блин а тролль это опасный очень противник кажется туда не стоит соваться мне кажется надо идти вниз захватывать ту шахту ух нифига себе блин нифига себе напал шаман что-то шо сколько здесь всего а а а а а а а У них атак 1-3 Страхка стоит Изгнание духа И призыв Мстительного духа Ну у него вообще все заклинания Бесполезные против меня Блин одного гнома убили все таки Паразиты Король троллей Карл Король троллей 1-7 плюс 25 5 процентов Да блин больше 20 хп 22 хп Может быть я его и вынесу Своей армией Может быть и нет Но если нет то он захватит мой новый город Блин Откуда он взялся вообще Я бы Засел там в обороне А я бы засел в обороне Хотя там ворот нету У меня армия Чуток подозраненная Ну гюгенера надо Нарно отсюда выводить Он все равно там ничего не сделает Он может напасть А ему хватает ходов Ну как минимум я здесь основал уже Колонию Правда непонятно Если двалы убьют Замок тоже исчезнет что ли Или Если замок уже есть Двала нету То какая Цена На то чтобы нового двала призвать Раз два три Ну я не знаю Блин сметающая атака Регенерация Уязвимость к огню И Там бы тут Вала мою первую Теоретически Куча арбалетчиков И гномов Должны с ним справиться 111 хп Плюс 20 хп за ход Хотя могут и не справиться Я конечно могу дерзко поступить На его столицу пойти Но мне кажется Единственный вариант Это на него нападать Вообще Это было конечно Плохое решение В эту сторону идти Стопа Кто? Он сам переместился что ли? Ё-моё Шахта Гриб Возможно здесь соединяется Это озеро Такое внутреннее А возможно и нет Но тролльский Король троллей Это конечно Это очень сильный класс Чем ближе к началу игры Тем он сильнее Ну в самом начале Он самый сильный Чем дальше Тем возможно он Уже больше проигрывает Другим классом Хотя конечно Ничего себе У него еще и Он еще и скаут Первый уровень Опыта у него Его бы кастерами Блин Каким-то пирамантом Ну Короче Попробуем Если это Будет поражение В этом бою То по сути Это наверное Будет поражением И во всей игре Но можно будет Загрузиться Если это будет поражение И подумать Что вообще тут Можно сделать Я бы мог конечно Двух арболитчиков И этого сюда Привезти Усилить Но не думаю Что это Того стоит Минус конечно Гномов Еще в том Что Нельзя просто так Нанимать Надо по-любому Ждать Пока накопится Рабочий Из рабочих Как уже эти Делать Командир Я вообще-то мог Командира Купить И С ним Арболитчиков Привезти Ну да ладно Можно конечно Командиром Усилить Но Ну даже Если это будет победа Потери будут огромные Скорее всего Четок до второго уровня Не хватает Ну че Грандиозная Битва Он Леса тоже может захватывать Интересно Леса и болота Так же как и друид Офигеть Три Смотрим Посмотрим Посмотрим Кто Кого Делайте Ваши ставки До Того Как начнется Бо Как вы думаете Кто кого победит Я Даже не могу С уверенностью сказать Теоретически Должны Победить Гномы Ну практически Тут как повезет Еще Урон Плюс 25 Это очень мощно Дампер Король Троллей У него броня Три Я не посмотрел На это Хо-хо-хо Это Это серьезно Броня Три Это может быть Поражение Если Плюс 6 Он отрегенерировал 5% А Ну все правильно Да Я ошибся Что-то Я Странно Я что-то подумал 20% А там 5 Ну броня Три Это серьезно Регенерация Не такая мощная Но блин Тут если повезет Если будет какой-то Крит по нему Там В двадцатку Или в тридцатку Это может конечно Зарешать Но хотя и у него Так же может быть Крит блин В сотню Которая сметет Сразу кучу гномов Пока шараблеты Дамажит Средние И не стоит Забывать Что там еще Эта фигня Действует После того Как его убьют Но по идее Если его убьют Если нету Других юнитов У него Это должно быть Поражение Потому что Если Я должен нанести Ему В минус 50% ХП Если он будет Ну пока он Убит Если я смогу Наносить урон Тогда Это возможно Но если он Исчезает При смерти Потом регенерируется Появляется Если я Одним ударом Должен нанести В минус 50% Это нереально Конечно 15-5 Скотина Братья Окружайте его Быстрее Какого лешего Вы там лазите 14-10 Блин Че урона нет Какого хрена Вот эта толпа Моя Бродит 12 хп Еее Скотина Все победа Победа Хм-хм Не такой он страшный Оказался Там положили Немало гномов Но Конец Королю Троллей Офигеть У меня там Мало осталось Судя по всему Обычных гномов Бойцов Слабоумие Потерял глаз Изнуряющая рана Неисцеляющая Сирана Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Всего Надо Срочно Обычных гномов Нанимать И ворота В этот замок Здесь В принципе Охрана Неплохая Уже Здесь Рабочие Плодятся А здесь Пока еще Не все Так Стабильно Это серьезная Потеря Для Короля Троллей Если бы у него Там были Какие-то еще Юниты Если бы у него Обычные тролли Были Или там Кто-то еще То там бы Блин Могло бы Все намного Хуже 55 А че так мало Опыта дали Они блин Нагнули Короля Троллей А опыта Сколько там Двойку Что ли Дали Пипец Вообще Ничего Два Рабочих Из рабочих Надо клепать Вот этих Наверное Хотя Хотя Этого Надо возвращать Сюда А здесь У меня Рабочих Нету Насколько Я помню 10 гномов Остальные Стрелки Надо копить На Бойцов Ближнего Боя Ну-ка Сколько там Еще Все Это Последнее Я Столько Просрал Там Ресурсов На это Дело Изначально Там Два Было Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Два Или Три Было Изначально Короче Семь Шесть Семь Раз Шесть Шестьдесят Семьдесят Бриллиантов Потратил Магические Камни Две Атаки Один Тире Шесть Урона Тоже Неплохо Смотря Какие Враги Будут Можно Убирать Либо Огнем Либо Дробящим Либо Меньше Урона Но Больше Целей И по идее Так как у него Второй уровень Она может Кастовать Два раза Заклинания Первого уровня Бафы Довольно Не знаю Как-то Сомнительно Ставить Это если бы Какие-то Мощные Были Юниты А когда Много Мелких То это Невыгодно А здесь Тоже Не мешало Быть Что-то Народно Апнуть Хотя Хотя Достаточно Будет И того Что Она Вырастет Появится Заклинание Второго уровня Появится Ворота Стрелки Это Будет Уже Довольно Существенно Можно Было Бы В принципе Добить Тролля Этого Но Мне кажется Надо Высидеть Поднакопить Силы Потому Что Неизвестно Может Там Еще Какой-то Другой Игрок Будет С Мощной Армией И Первостепенная Сдача Это Захватить Вот Эти Шахты Там Конечно Зеленые Слизни Зеленый Ил Это Блин Жесткая Штука Его Я Может И Не Буду Захватывать А Вот Это Надо Будет Захватить Для Чего Мне Нужны Синие И Красные Наверное Для Рунной Кузницы Мне бы Белые Достать А Белых Вообще Нигде Не Видно О Вот Здесь Белые Есть Вот Скорее Всего Сюда И Надо Двигаться Но Это Уже Будет В Следующей Серии Данную Серию Мы На Такой Точнее Не В Следующей Серии А Если Я Продолжу Прохождение За Гномов Эту Серию Пришло Время Завершать По Поводу Им Болости Гномов Ну Вообще Довольно Таки Неплохо Довольно Сильное В Принципе Я Опасался Что У Них Будет Вместо Трех Две Клетки Хода Но Нет У них Три Еще Снежное Движение Горное Движение Броня Хорошая Стрелковыми Атаками Их Вообще Пробить Очень Сложно Особенно Если У них Щиты Есть Две Брони И щит Это Сильно Мощные Арбалетчики У них Есть Конечно Еще Мощнее Но Они Медленные Если Создано Вот Эти Твердыни С воротами Если Еще С зачарованными Воротами А Если Там Еще Кастер Мощный То Попробуй Захвати Ее И Постоянный Приток Аномов Приток Ресурса Большой Попробуй 11 Железа Еще Получи Такой Прирост За Обычный Класс Ну 20 Золота Это Маловато Вообще За Лорда И Сушитель У меня Там По 100 Было Но Тут Другая История Конечно Других Классов Свои Особенности Есть Но Вообще Вообще Довольно Интересный Класс Конечно Все Сильно Зависит От Удачи Еще С Расположением Этих Шахт Какие Там Шахты Будут Ну В принципе Ну Насчет Эмбовости Это Можно Будет Я смогу Сказать Только Когда За все Классы Сыграю Но Так Играть За него Интересно Хотя Конечно Кастеров Нету Вообще Это Большой Минус Кастеры Только В обороне Сидят В армии Кастеров Нету Это Большой Минус И Если Будет Какой Противник С Массовым Страхом Например У них Мораль Не особо Большая То Такой Кастер Может Обратить В бегство Большую Часть Армии Ну И Вообще Заклинания Которые По Области Бьют Они Могут Много Делов Это Проблема Таких Армий Тут Конечно Сопротивление Огню И Холоду Это Хорошо Но Там Ведь Могут Быть И Другие Массовые Атаки От Яда Кстати Тоже У них Нет Сопротивления У них Мало ХП Если Какие Массовые Ядовитые Атаки Это Вообще Изничтожит Быстро Ну Короче Слабости Есть Ну И Сильные Стороны Тоже Есть Ну Что Ж Данную Серию Мы Завершаем Если Понравилось Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии Присоединяйтесь На сервер Дискорд Всем Спасибо За Просмотр И До Встречи В Следующей Серии Всем Пока Продолжение следует